Как ты считаешь, есть ли необходимость российскому судье в джиу-джитсу владеть навыками ударных единоборств? В нашей стране можно до радио докататься, а ты говоришь фотографии. У тебя в кошельке фотография Стаса Варшавского? Так где же учатся российские судьи? Так, ну пойдем несколькими путями. Путь номер один это судейские семинары официальные, которые проводят АБДЖФ и ОСЖФ. Но они проходят редко, да и все. А почему? Редко и дорого. Да. Дорого? Ну они же стоят там каких-то денег. Ну условно говоря, там 3-6 тысяч. Ну для кого-то это дорого. Ну просто люди приезжают, у нас на АБДЖФ турниры приезжают со всей России, человек летит откуда-нибудь из Новосибирска, у него там билеты, проживание, взносы. И он там еще там 4 тысячи сверху, я думаю, не очень хочет закидывать за правила, которые он и так знает. Или не знает. Ну да. Как бы думает, что знает. Думает, что знает. Потому что на каждом семинаре по правилам обязательно выявляются какие-то нюансы, которые даже наши российские мэтры знания правил вдруг для себя открывают заново. Я опять же говорю об этом, потому что общался с рефери на ЮАЕ, вот на Continental Pro, и были четкие разговоры на то, что, блин, оказывается многое что изменилось. И вот эти изменения до нас донесли на семинаре. Мы же не мониторим там регулярно, каждую неделю, что там изменилось в пункте 3.4.3 в правилах ЕДЖР. Правильно? Все верно. Соответственно, если вдруг приехал чувак, который может ткнуть там нас носом в эти изменения, значит, наверное, стоит к нему подъехать. Все верно. Всем совет. Так, второй путь. Так, второй путь. Ну, у нас проходит периодически последний, наверное, год судейские семинары такие внутренние. Проводит Стас Варшавский. У вас, извини, это где? Вот. Туда в обязательном порядке приглашают всех судей гимназиума. Ну, я думаю, что это уже инициатива организаторов, чтобы все судьи были квалифицированы. Это для тех, кто будет ругаться, родителей, для тех родителей, которые будут ругаться на гимназиуме, что судью намыло уже второй год, получится, да? Ну, или третий. Что? Гимназиум? Шестой. Не-не, я имею в виду вот эти семинары. Да, уже несколько турниров. Каждым турниром проводится несколько судейских семинаров. Все судьи собираются, и мы полностью проходимся по правилам, по всем нюансам, они у нас по несколько часов занимают. По спорным моментам из опыта? Да, по спорным вот этим вещам. По самым основным, по сути. Я не знаю, как обычный человек туда попасть. А вы, вроде, выкладывали на БЖФЭКС, нет? Что? Семинары судейские? Семинары судейские, которые проходят в гимназии. Да, мы выкладывали. Да. Плюс Стас давал такое, что называется, правило для чайников еще года два назад. Тоже у нас находятся. Точно. То есть есть видео, просто гайды от Стаса, есть видеосеминарии, по которым гоняют всех судей обязательно. Но это уже сейчас, конечно, такого не было. А раньше на диафимах показывали. Да. Просто видео не было на диафимах. Сейчас каждый может открыть группу БЖФРЕКС и, собственно, найти, наверное, по какому-нибудь умному хэштегу. А вот не каждый может найти, открыть группу БЖФРЕКС, потому что... Кто-то забанит. Да, чувак, четыреста. Нет, есть еще один путь. Рука. Ну-ка. Выдумывать свои правила, как мы внутри. Не-не-не. Путь, которым шел, например, я. Мне было просто это интересно. Ну, опять же, после ситуации, когда меня засудили, я там приходил на турнире, просился там, типа, сколько вам надо денег заплатить, чтобы я посидел за столом, там, понажимал на таймер условно. Это еще было году, так, наверное, в тринадцатом, может, четырнадцатом. Я думаю, если МИО был в каком? В тринадцатом? В четырнадцатом. В четырнадцатом, значит, в тринадцатом году. А засудили тебя на МИО в четырнадцатом? Нет, на МИО. Я смотрел, что вообще происходит и за что судья дает оценки. И потом еще периодически подходил, спрашиваю, а за что ты сейчас дал? А вот это почему? А вот это почему? С тех пор тебя ненавидят судьи. Человек, который задает много вопросов. Да, и потом я по той же схеме вписался, типа, я уже все, я примерно шарю давайте я посужу. То есть сначала это было там бесплатно, просто на добровольных началах, просто получение вот этого опыта. Естественно, постоянно разборы, то есть что-то где-то ты ошибся или не понял сразу. Бежим к какому-нибудь авторитетному судье. Бежим через черный ход, огородами. Это потом. Разбираем, что так, что не так, где ошибка, где не ошибка. Ну и вот методом вот таких постоянных потихоньку обсуждения на турнирах мелких и разборов ошибок просто пришел к тому, что уже начинают сами тебя звать, уже там считаются с твоим мнением и опытом. Собственно, все. Ага. Так, а ты-то сам почему не ходишь на судейские семинары по дегиде IBJJF или IBJF? Да, в четырнадцатом году мне было это не очень интересно. В семнадцатом IBJF, насколько я помню, не проводил такой, а может и проводил, но я на нем не знаю. Арабский, я не в курсе, вот про который ты сейчас говоришь. Я о нем узнал только на следующий день. Ты, значит, не подписан на IBJF? Подписан, но, может быть, я в тот момент не читал. В общем, мимо меня они прошли только по этой причине. То есть я думал, что вот на этом турнире, который был недавно совсем. Арабы, по-моему, не проводят. Да, арабы не проводят, поэтому я бы с удовольствием сходил. Будем ждать следующий мимо или арабский турнир. Я обязательно схожу, чтобы у меня теперь был сертификат. Я был как взрослый. Судья как взрослый. Без бумажки ты... Так себе судья. Так себе главный судья. У нас в гостях. Так себе судья. И тут дальше премонтируем. Д'Артаньяр. Компетит. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Какие люди DVD-да нахера покупают? О чем это? Так вот. Я смотрю на премию. Так вот. Вопрос такой. Тебе какие схватки больше интересно судить? Женские или мужские? Я продолжу. Вопрос. Ты пока думай. Я вот совсем недавно имел опыт судейства женских схваток. Ну так получилось, что мне нужно было на полчаса подменить судью. И я вот смотрел. Удушку она не делает или не удушку? А плотный ли там контроль? И знаешь, отвлекся. Отвлекся. Что-то о своем задумался. В общем, чуть не растерялся. Так вот. Я знаю ответ на этот вопрос еще. Точнее знал до того, как ты закончил. Это все твой непрофессионализм. Нечего судье отвлекаться во время борьбы. Где лизм, это глагол. Ну то есть, ты не ответил на вопрос. Я же не спрашивал, что это со мной, доктор. Я спрашивал, какие схватки тебе интереснее судить? Женские или мужские? Ну, что значит интереснее судить? Такой этот вопрос не очень. Они там все условно одинаково приятны. Дети совсем маленькие. Поскучнее. У них там нет сабмишинов. Они еще не ведают, что творят. Они там вышли, на друга потолкали, подвигались. Как бы на этом все. Тут довольно все скудно. Там дети уже 14 лет. Они уже шарят, что происходит. Они уже творят классные вещи. Очень интересно смотреть. Можешь ли сейчас нам показать, прямо вот на камеру, что творят дети в 14 лет? К следующему вопросу я хочу перейти. Как ты считаешь, есть ли необходимость российскому судье в джун-джитсу владеть навыками ударных единоборств? Смотря для каких целей? Для того, чтобы быть уверенным в своем судейском решении. Для судейства? Я думаю, что нет. Надо знать правила. Вот я знаю. Игорь Первов. Уважаемый человек. Это такой большой. Большой. Хороший судья. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Отличный спортсмен. По-моему, он сейчас не уступает, но это нисколько не моряет его достоинств. Он пошел по отличным пути. Он сначала научился применять технику ударную. После этого пошел судейство. Но перед божи-джей я занимался кудо. Я себя в этом плане нормально чувствую. Ты, короче, как Пеплов, только болел в детстве. Да, я болел в детстве. И это так себе судья, так себе спортсмен. Да, это они недавно общались со Станцем Варшавским. И он говорит, ну, на суде, конечно, можно полезть драться. Но если вас судит Игорь Пеплов, то это так себе идея. А что это изменит? Ну, если полезть драться на судью. Кстати, изменит ли судейское решение драка с судьей? Я думаю, что нет. Типа, не-не, я понял, понял, ребята, он выиграл. Но так не работает. Смотри, судьи испытывают давление. Я это сто процентов знаю. Я видел, как это работает. Э, судья, два балла, два балла. Шесть человек крикнули два балла. Судья засомневался. Я прям вижу в ее глазах. Он уже сомневается. А вдруг да? Так, такое бывает, да. Вспоминаем Тулу. Ну, тут целый ряд факторов. Ты сам не очень уверен. И есть авторитет просто другой, который тебя дает. Тут, получается, самое главное, судья не предвзят. У нас даже есть практика, когда выходит твой спортсмен, судьи меняются, чтобы судья не судил своего спортсмена. Потому что может включиться предвзятость. И там, где, ну, сомнительно, давать баллы или нет, или давать адвенточ или нет, он, скорее всего, своему спортсмену даст. А, ну, это... А не может быть наоборот? Да, это не факт. Это мой спортсмен, поэтому вот я буду к нему строк по полу. Может быть, ну, мы не знаем. Ну, ты не знаешь, за них трениров. Мы этого не знаем. Вот, поэтому, как правило, люди меняются, и предвзятого отношения нет. Ну, как правило, у нас из моего клуба вообще почти никто не выступает. Поэтому у меня вообще никогда такого нет, чтобы там мой спортсмен... А, у нас с тобой самый гемпетиторский клуб. Да, поэтому у меня практически никогда мои спортсмены не борются. Для меня все одинаково приятные люди. Я тебе предлагаю регистрироваться в следующий раз, ну, допустим, на тот же гимназиум от команды Бенжерфрикс. Как минимум один человек уже зарегистрирован. То есть... Кстати, да. Если вы не знаете, за кого выступать на гимназиум, вы можете зарегистрироваться за команду BJF, она там указана. Это вот как раз Бенжерфрикс Тим. И капитан команды Настя Вяткина. Есть проблемка, я уже зарегистрирован за команду рефери на этом турнире. Так что мы там будем... У нас будет самое большое количество схваток, самое большое количество поднятых рук. Ну и вот, если судья уверен, а как правило он уверен, то... Даже если он не знает правила, он все равно уверен. Ну, кстати, это неплохая политика. Даже вспомни ту же Тулу или Орел. Где судьи творили просто непонятно что. Ну, поэтому... Но, во-первых, это судило фич-вак какой-то из традиционного джиу-джицу. Ну, то есть, да. Люди там не понимают, что происходит. Но они просто вот выбрали свою модель правил какую-то мистическую. И они ей придерживаются. Да, у вас был какой-то план? И вы его придерживались? Да, у меня был план, и я его придерживался. Вот так же. Он не давал там баллы за свипы, он не давал баллы за так далее. Просто там за что-то давал. Ну, окей, мы и отборолись. Нормально все. За то, что молодец. Да. МОЛОДЕЦ! Адаптировались к этим правилам и окей. Вот, соответственно, плюс, что классно, сейчас есть практика, вот, когда много судей. И есть суди, которые не на ковре находятся, а за ковром. У них, условно, холодная голова. Они видят ситуацию со стороны. И я, например, если там сомнения какие-то... Ну, потому что, да, внимание рассеивается. Иногда можешь что-то просмотреть, пропустить. Я могу и подойти, спросить. Спросить там, ты видел, сейчас не видел, что там было вообще, что происходит. Ну, условно, посоветоваться, да, еще одно. Можно позвать всегда главного судью. Опять же, он с холодной головой, да, то есть он не привязан к схватке. Он, ну, сухо оценивает ситуацию. Что это? Я сейчас представил просто судью, который с пакетом льда на голове. И такой привязанный ногой к схватке, он к тебе идет. И два участника вот так вот за ним тащатся. Извини. Бывало у меня, бывало, когда вот я отвлекался, там, например, вылетал, там пропускал что-то происходит, или там не успевал оценить. Я иногда так говорил, стоп. Смотрел по сторонам, смотрю, кто-то снимает. Я подходил, говорю, дай посмотреть. Присматривал эпизод, давал оценку и продолжал. То есть даже не ждал конца. То есть если я вот прямо сейчас не уверен, что-то произошло, я такой, так, дайте посмотреть. Ну, то есть я иногда так делал. Я не знаю, можно ли так делать. Да нет, конечно. А если этот человек снимал просто маму, ребенка, который борется, ты тоже подходишь, дай посмотреть. Ух ты! Ну, это... Иногда это помогает. А пока Артем грустит, мы напомним, что нам очень нужен спонсор. Ну, например, вот какой-нибудь барби-шоп. Барби-шоп? Это где кукол барби продает? Как ты думаешь, а для тех, кто любит шатать трубу и водить маму в кино, может быть, стоит публиковать фотографию, ну, заранее, заранее фотографию рефери, трубы и мамы? Ну, чтобы, может быть, желание отбить. Я думаю, нам нужен тест. Ты читал новую версию, вернее, новый концепт правил Реала? Вообще шикарный, на мой взгляд это шикарно. И так правила упростили, сделали их, там, более объективными, да, условно. И сейчас правила, как это... Ну, не то, что дали трещину, просто есть... Ну, мы это везде видим и на IBGF турнирах, когда раньше с 50 на 50 гардом спортсмены выигрывали турнир, благодаря ему эти правила начинали менять. Там, когда Лассагард работал до бесконечности, тоже это меняли. То есть всегда в правилах, как в законах, условно, находились лазейки, и спортсмены это использовали. На данном турнире у нас было какое-то бешеное количество дисквалов за нериппинг. Причем есть те, кто... Ну, видно, что они используют это правило в своих целях. Ну, условно, умело пользуются моментом, когда его соперник закинул нериппинг. Ну, да, то есть человек... Ну, от опыта, да, ты можешь пользоваться ошибками другого, ну, своего оппонента в своих целях. Да, человек берет сингл икс, вы там хитро повернулись, все, человека дисквалифицировали, вы вроде как молодец. Вот, но оно все такое скользкое и спорное, поэтому вывести... Во-первых, вывести вот эту вещь, да, чтобы люди не провязывались правилами, убрать нериппинг, это крутое решение, я считаю. Я не знаю, как там будет с болевым. Ну, шелл-хуком дали не шелл? Не, ну, можно будет тогда делать ахилл вовнутрь. Да, ради бога. Слушай, самбисты делают вот с таких вот... Ну, тогда все. На каждом дне борьбы мы делаем ахилл как угодно. Вот, что в рамине, что на БЖ-двансейшенах. Соответственно, то есть, первое, мы убираем вот этот спорный момент с дисквалами, и второе, мы убираем чарловический фактор из решения. Да, если вы 10 минут боролись, никто никому ничего там не сделал атаку, но один над другим превосходил, тут понятно, да, то есть, если он там доминировал, ковер вытирал, решение, ну, более-менее понятно, почему принято. А если оба тихо... А когда оба бьются на равных, это очень сложно принимать решение, и это время ложится, да, на другие плечи, и ответственность на другие плечи, и так далее. Соответственно, тут человеческий фактор включается, и введя правило дисквал обоих соперников, мы полностью этот человеческий фактор исключаем. То есть, две проблемы, которые показал последний триал, мы решаем, и все, все борются. Даже три. Турниры начнут окупаться. Это, казалось бы, нерешаемая проблема. По-моему, турниры окупаются только в ABG. И то не все, а если суммарно на круг, за годовой отчет, такие они в бухгалтерии все сидят, такие, ага, так, у нас Манхэттен в минус, это там, что какой-нибудь там, Мадрид в плюс, там, тры-тры-тры-тры-тры-тры, в итоге на круг, сколько у нас там, миллиард? Ну, нормально. Ну, так что это шикарное решение, это изменит ход схваток, я думаю. Потому что вы можете отлежать пять минут, там просто защищаться, и... И идти домой. Да, и вы, соперник, пойдете домой. И, кстати, да, ты не проиграл. Да, ты же не проиграл. Я думаю... Как выступил? Не проиграл. Ни одной схватки. Так что я думаю, что, ну, начнется такое крутое месиво, и все будут прям здорово бороться. Но количество участников резко уменьшится, это здорово закономит нам время. Ну, уменьшится количество участников. Я думаю, что да. А как сказал один мудрец, и так ссали, а с такими правилами еще больше засуну. Плаудзы? Нет. Суньдзы? Не будем называть его именем. Да неужто сам этот... Будда. Буддин. Мы просили... Мы допросились. Мы напросились. Мы очень хотели, чтобы у нас был спонсор... Барби-шоп. 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 Лучший магазин кукол в России. продолжим завершать нашу беседу скажем есть у тебя кумир в россии или там за рубежом вот человек плакат которого висит у тебя над кроватью и ты перед сном обязательно там не за его целую у меня в этом в кошельке его фотография но показывать я его не буду это холл Стас Варшавский конечно у тебя в кошельке фотография Стаса Варшавского не в смысле если говорить о каком-то кумире или авторитете я думаю что Стас очень в общем я по всем спорным вопросам если я что-то не знаю или не понимаю я консультируюсь у него вот так то есть в любой непонятной ситуации я сразу кто-то бежит к маме я бегу к Стасу в любую непонятной ситуации бежите к Стасу бегите бегите хочешь знать телефон Стаса Варшавского 100 долларов за цифру карта в описании контурная физическая кстати Артем а кто твой тренер ты сейчас заплачиваешь что ли я тут задумался Николай да ты хер мой тренер Николай черный пояс где ты берешь вдохновение для того чтобы вести тренировки у Николая нет не у Николая все-таки слеза наверное накатится просто по другой щеке я отсюда не вижу так мне надо что-то про премиум сказать или что да и про Николая на премиуме клевые системы вот особенно да нихера клевые штуки мне нравится ну не только там много всего интересного и Бернардо Фаррия там и Асфальдо Морозиньи ни одного русского не назвал а на русском языке тебе что больше всего нравится на русском мне нравятся сериалы тара 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 там увидимся если бы у нас был спонсор это видео могло продолжаться вечно но у нас спонсора нет поэтому всем пока до побачення на каких нибудь языках знаешь до свидания можем погуглить а мы пошли гуглить все всем спокойной ночи